От всей души приветствую вас на нашем строительном канале. Всего лишь неделю назад я снял для вас один видос по теме нашего нового приобретения. Мне он показался недостаточно полезным для вас, а хотелось, чтобы он для вас был максимально продуктивным, так как лично для меня он решает кучу вопросов. Начиная с того, что все теперь огородные вопросы у нас будут закрыты максимально и досконально, а заканчивая тем, что мне теперь просто даже не нужны права на автомобиль. Они потеряли свою актуальность. Эта штука может теперь таскать прицепы, она может пахать землю, она может окучивать картоху и так далее. То есть все вопросы сельской жизни теперь решаются максимально просто. Но давайте немножко окунемся в тот видос, я оттуда возьму некоторые кадры, потому что мне их просто жалко. Полезность будет заключаться в том, что я полностью расскажу, как правильно собрать аппарат, как правильно настроить фрезы, как, собственно, им пользоваться. Благодаря, опять же, вашим комментариям я подчеркнул для себя много чего полезного. Также я пообщался с магазином, который мне его привез, и оказалось, что я по своей глупости и своей любви быстрым каким-то движением просто забыл паспорт в магазине. На самом деле моя ошибка, а я грешил на Ресанту. Сейчас уже с высоты прожитой недели с аппаратом, потому что я успел с ним повозиться, поэксплуатировать. Я вижу, насколько он удобный, и я не ошибся в выборе, потому что эта модель действительно достойна уважения. А начался наш видос вот именно вот с этих кадров. Вы видите, да, вот этот лабрадориум, наш любимый лабрадориум, не имеет своего вольера и живет на всей территории нашего участка. На самом деле опыт такой у меня у первого, потому что у всех своих друзей и знакомых всегда животные живут в вольере. Я никогда не понимал, почему нельзя просто, чтобы собака бегала по территории всего участка. И потом понял, причина очень простая и банальная. И называется эта причина огород, грядки, клумбы и так далее. Собаки, они как бы не сильно различают разницу, где клумба, где не клумба, и бегают по всей территории. Так вот, что мы решили? Мы сейчас оградим часть огорода от собаки. Вот такую же конструкцию я хочу сварить по всему периметру, пропустить по нему нержавеющий трос и подключить ток. Шутка. Он будет ограждать возможность собаки бегать по территории нашего небольшого огородика. Это накладывает ряд других проблем. Раньше у нас пахал эту территорию трактор. Мы вызывали сначала большие трактора, теперь мы вызываем маленькие мини-тракторы, которые все это пашут. Если мы это оградим сейчас забором, соответственно, появится проблема, что он просто не сможет возделывать всю землю. Так как мы уж огород этот затеяли надолго, тем более во времена сейчас такие смутно-мутные, лишним точно он не будет. Это точно. Рассказать сегодня я хотел вам о том, что, наверное, вы уже прочитали в названии нашего видоса. Жень, иди сюда, у меня к тебе небольшой сюрприз. Не знаю, как ты отреагируешь. Открывай. Так, говори сразу, что там. Это тебе на Новый год. Ух ты. Ну это скорее даже не мне, это тебе облегчение работы. Такой аппарат. Сейчас мы его соберем и протестим. Он что, такой маленький? Нет, он большой. Ну ты увидишь сейчас. Ну и пока у меня там семья занимается, с Джеком, короче, я вам покажу, что было в коробке. Собственно, такой анбоксинг небольшой. Сам аппарат в разоберном виде, с подставочками. Все как надо, все чистенькое. Тут даже, оказывается, внутренко он открыт. Мы можем посмотреть, что он в таком вот виде. В комплекте два колеса, левое и правое. Инструкция по сборке. И, собственно, вот все приблуды для того, чтобы он делал свою работу. Тут даже набор ключей есть, представляешь? Сразу. Я думал, надо будет свои ключи использовать. А они тут уже есть. Чего начать? Это комплектность. Сборка. Установите рукояти управления кронштейн, отрегулируйте по высоте. Используйте специальный болт комплекта. Соедините клейму. Зажигание. При помощи болтов комплект. Соберите фрезы. Фрезы, значит, на третьем уровне. Сначала собираем аппарат. Делаю закрутками внутрь. Мипель должен быть снаружи. Вот здесь вся логика. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, стоп. И колеса. Правое. Туда. Друзья, наступил ветер, но для нас это совершенно не помеха. Мы в любом случае сегодня с вами закончим этот видос. Мы полностью соберем наше замечательное изделие. По сборке фрезы был введен в заблуждение. Друзья, честно говоря, картинками из интернета везде показывается о том, что фреза собирается параллельно по оси. На самом деле, мысли уже были, я о них часто говорил во время сборки, что мне кажется, что нужно смещение. И еще подводило на мысль наличие лишних дырок. Но тогда я подумал, что эти отверстия сделаны для, например, четырех сторонних фрез и так далее. Также было предложение убрать одну лишнюю фрезу, так как ее легко можно вытащить. И вот эти фрезы разогнать сюда, чтобы было по четыре. Вариант хороший, но тогда я, наверное, уменьшу длину всего шнека. Мне так не совсем хочется делать. Поэтому давайте-ка соберем ее, как нам гласит паспорт о сборке технической, и посмотрим, как это будет. Так, если здесь у нас находится сама сельхозмашина, получается, отсюда мы и двигаемся в ту сторону. Я переберу вторую и последнюю. И здесь тоже вторую и последнюю. Разобрали. Вот теперь у нас получился настоящий вентилятор. Теперь, друзья, это реально похоже на правду. У меня были в мыслях мысли, но а что теперь говорить, что у меня были мысли, если я уже неправильно собрал в первый раз? Что конкретно меня подвело к тому, что неправильно собрано? Это то, что он начал прыгать дико, когда мы начали его тестить. Он просто прыгал. По моему мнению, техника так себя вести не должна. Фрезы не наточены, но они настолько острые, что задеваю за них и прям можно пораниться. В перчатках лучше работать. И еще, братцы, в инструкции увидел один из параметров правильной сборки. Это ровный круг. То есть можно фрезу изогнать левее. Видите, отверстия это позволяют. Но ровный круг на всех стадиях, он показывает о том, что вы правильно собрали. Вот теперь вот так у нас формировано колесо. И теперь он будет работать правильно. Осталось перебрать последнюю фрезу. Точнее, не последнюю. Я знаю, многие не любят слово крайняя, но так как она находится с краю, она крайняя. Сейчас мы тоже разберем. Писали о том, что правильнее использовать три шнека на четыре фрезы. Более качественная вспашка и так далее. Но все-таки буду доверять данном случае инструкции. Никто, как она, правильно не скажет, как надо собрать аппарат. Хотя опытным путем мы потом попробуем. Если вдруг работать будет не так, как хочется, не так, как надо, то, конечно, мы переберем. Вот это уже похоже на правду. Вот это уже то, что и нужно. Почему я сразу не догадался, что так должно быть? Поверил фоткам из интернета. А им верить нельзя. Вот он, вентилятор. Да, теперь все повторяет друг за другом. Все как надо. Вот это уже похоже на настоящий шнек. И смотрите, двигаясь, получается, вперед, он уже не прыгает. Теперь мне уже никто не скажет о том, что я был неправ при сборке фрезы. Единственное, говорю, что можно, конечно, упростить задачу. Убрать по одному сектору, по краям. И добавить по одной фрезе дополнительно. Это написали зрители в комментариях. И сказали, что так она возделывает качественнее огород. Чтобы точно не ошибиться, друзья, знайте. Каждая заходит под каждую. И каждая выходит над каждой. Я вот таким банальным ответом, я вам скажу. Но так она работает действительно правильно. Потому что, смотрите, даже все, что касаемо редуктора, мы этим самым отводим лопасти максимально от него. То есть, та лопасть, она уходит туда глубже, это не страшно. А эти лопасти отходят вот таким образом от редуктора. Они его уже точно не заденут. И вот таким расположением, плюс еще в совокупности с тем, что мы делаем вот это смещение, которое вы сейчас видите, плюс вот такое расположение, каждая под каждую, мы добиваемся успеха, добиваемся того, что на самом деле нужно. Так, нам осталось поставить крылья и осталось поставить защиту ремней. А еще надо будет провода фиксануть вот этими хомутами. Все. Свечной ключ в комплекте, набор ключей и отвертка. Защита ремней делается просто. Во-первых, у нас тем самым появляется вон коробка передач, обозначение вперед-назад. Сборка вообще несложная, если я нигде ничего не ошибся. Сейчас заправим бак, выйдем на улицу и начнем окучивать. Вон ту горку сейчас разрушим нашу, попробуем. Сдаюсь. В следующем видосе, обещаю, покажу вам, как он пашет. Но для этого надо хотя бы, чтобы у нас грунт появился. А сегодня я вам покажу, как он ездит. Главное, солнце яркое и ветер бушует просто неистово. Но, надеюсь, он к обеду закончится. Как не хватает мастерской, вы не представляете. Мечтаю об этом очень сильно. Но, надеюсь, в это лето мы с вами займемся изготовлением мастерской. Всегда считал и всегда позиционировал свой дом с гаражом, с мастерской, с местом, где я могу творчески как-то реализовывать себя. И получилось, что жизнь подвела к тому, что я сначала должен построить дом, потом только мастерскую, чтобы и семье было хорошо. И я уже потом мог спокойненько уходить туда, затапливать свою вот эту печурочку. И около нее мы будем с вами творить наше изобретение. А изобретение у меня в вагон. Мыслей таких, что бы я хотел сделать. По секрету скажу, что до недавнего времени я покупал снегоходы, восстанавливал их и продавал. А так я дошел до американца Артикета. Но потом этот снегоход ушел в наши пластиковые окна, к сожалению. Но я мечтаю все равно его себе опять приобрести. И хочу съездить на Каракольские озера, хочу в тайгу. Ладно, не будем эти мечты, это не скоро. Скажу так, мечты всегда сбываются, это самое важное. А уж когда они сбудутся, ну, на все воля. Потихонечку вот даже такой техникой я уже как-то себя реализовываю потихоньку. Ну, мне уже удовольствие даже от пользования ей хотя бы пока. И последний болтик. Сейчас будем крылья прикручивать. Так, теперьича, значит, занимаемся маслом. Как говорят в инструкции, для использования аппарата сюда нужно налить масло. Вот в эту емкость по вот этой риске обязательно. Это первая позиция. Сейчас мы зальемся. И в мотор масло с той стороны заливаем. И бензин, и поехали. Все. Масло масляное. Сейчас вот это мы зальем вот сюда. Вот сюда. И в мотор зальем вот то, которое я вам показывал в начале. Залейте трансмиссионное масло в редуктор перед запуском. Да, вот сюда сейчас. Картон постелил, чтобы если масло будет капать, ну, чтобы не на пол. Некрасиво, не люблю эти масляные пятна. Используем только 92-й бензин. Это очень важно, об этом я уже говорил. В основном вся техника, и российская, и китайская, она вся идет на 92-м бензине. Слушайте, а мотор-то, наверное, должен располагаться в это время вот так. Правильно? Горизонтально. Чуть-чуть еще добавлю прям вот так. Да, мотор небольшой, здесь должно быть грамм 400, наверное. Так, теперь трансмиссию льем. Вот хорошо, что я картон постелил, но говорят, что он не пойдет так. Надо шланчик делать. Прямо в идеалочку вошла. Так, все, литруху залью. И будем ждать. Ну, оно течет, его видно по прозрачке, видно, что оно заходит туда. Потихонечку, верными шажками, но идет. Друзья, вот, заниматься такими вещами для меня прям удовольствие. Я все-таки, наверное, не просто гуманитарий, я немножечко техник. Так, и, чтобы я не забыл, пока я вспомнил, сейчас явно вертлюжок упадет у меня восьмой раз. Нет, не упал. Надо залить здесь и залить по вот этой грани. Простое масло. Неаккуратный я пока СТОшник, на самом деле. Смотрите, сколько от меня грязи потом получается. Но я исправлюсь. А, да тут еще и все по гранькам. Я не знаю, для чего это. Может, в комментариях напишите, чтобы я понимал, что это прям необходимая процедура. Но ее необходимо сделать. Все, закрыли все кластеры, секторы. И получилось прям в аккурат почти. Каждые 25 часов нужно обновлять масло и очищать фильтр. Затянули. Прежде чем мы не помчали на старт, друзья, я по инструкции посмотрел, откуда все-таки вот эти болты. Помните, в видосе я спросил лишние запчасти, не знаю, куда девать. Как оказалось, эти болты устанавливаются вот сюда и призваны не давать шататься нашему. Так. Опа. Они просто включаются и все? Да. И блокируют возможность шатания. Вот так, видишь? Ну, пальцы поранил, правда. А так все сделал. Ключ на 16. Да, вот. Я не понимаю, почему мы изначально не сделали по уму. Сразу же было понятно, что... А вначале-то мы вообще по две фрезы поставили, помнишь? Это был, ну, прям... Ну, инструкцию забыли в магазине. Вот в этом вся проблема. Ребят, на секундочку, мы городские жители, которые только в том году начали осваивать вообще все эти совхозные вопросы. Но нам это нравится. Я, правда, еще огородником не стал. Я больше... Я больше кайфую от мастерской, которую скоро построим, надеюсь. Вот так. Все. Все сейчас ставим пальцы и зажмем. Я хочу попробовать все-таки снег разрушить он там. Палец один. Вот так. И второй. Так, и теперь фрезы переставляем. Здесь выдергиваю раз. И колесо. Хочу поблагодарить вас за то, что в комментариях вы написали мне, как надо обкатывать машину. Я, на самом деле, по глупости своей сразу втопил полные газы и начал тут кататься по территории. По поводу завода. Все... По поводу завода. Все просто. Подсоса здесь нет. Значит, получается, что мы открываем бензобак. Он сейчас открыт. Потом у нас заслонка. Значит, два раза дернули. После чего включили зажигание на ON. Вот она сейчас включена на ON. Все. И теперь дернули с первого раза. Она завелась. Все. И заслонку, значит. Вот сейчас она не прыгает. И мне нравится. Вот. 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 Вот я пообещал своим зрителям, что не буду давать ему дури, потому что он у меня идет на обкатке. И, конечно же, не смог себя удержать от того, чтобы не притопить. Что могу сказать? Первое. Конечно, наверное, четыре лопасти было бы лучше. Да. Скорее всего. Потому что тогда бы колесо было бы более. То есть он вообще не прыгал бы. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, друзья, по поводу все-таки этих четырех. Вы сейчас видели, как работает в три фрезы. В три лопасти. Со смещением. То есть теперь она не прыгает. Сейчас уже хорошо. Стоит ли мне уменьшить на одну полоску, но поставить по четыре фрезы? Я уже крутиться научился. У меня это уже нравится. Так. Все. Больше мучить не буду технику. Она вон снега нахватала. С нее течет. Теперь дождемся сухости грунта и начнем пахать. Пахать нам немножко. Огороды у нас небольшие. Вон. Сильно мучить технику не будем. В ближайших видосах все это увидите, друзья. Колеса одевать, наверное, сейчас смысла нет. Потому что мы их уже катали, вот когда был снег. Я вам кадры показывал. И сейчас показываю, как мы гоняли тут по территории. Мне было интересно, как пользоваться фрезой. И вот сейчас со смещением она работает уже правильно. То, что сразу скажу, техника повеселила. Я никогда раньше не бегал. Не бегал ни за одним мотоблоком. А тут прямо пришлось за ним побегать. Но я понял еще один момент. С цеплением можно играть. То есть если с цеплением нажать не полностью, а потихоньку, то она спокойно будет разгоняться. Заводится с полпинка. Это мне понравилось. Ну, в принципе, друзья, что Ресанта, что Хётр. Ну, наверное, потому что я правильно к ним подходил. То есть своевременная замена масла. Ну и сама техника неплохая. Братцы, что говорить. Что говорить. В ближайшее время мы все перейдем на отечественного производителя. Ну и все, собственно. Как фрезу собирать я показал. Правильно или неправильно вы мне сейчас напишите. Да, наверное, правильно. Теперь-то мы собирали по документам. Поэтому сейчас должно быть все правильно. Теперь увидимся с вами в следующем видосе. И в нем мы, наверное, уже начнем делать плод потихоньку. Либо плод, либо остается у меня доколотить цоколь хаубергом. Но я думаю плод. Плод. А хауберг мы немножко будем растягивать в течение лета еще. Да. Чтобы вам интереснее было. Увидимся с вами через несколько дней. Все. Давайте. Пока-пока-пока. Пока-пока.